Здравствуйте дорогие друзья и гости моего канала Страна Мурляндия. Меня зовут Оксана и я начинаю свой обзор на два видео Самвела Адамиана. И первое видео Света возвращайся, голодаем, что сказал врач. Что ж такое приключилось, ну-ка, ну-ка, интересненько. Самвел ходит по своей квартире, чихает и говорит, что такого с ним еще никогда не было. Наверное, это началась аллергия. Потом он показывает, что ему плохо сделали маникюр, что она ему повредила несколько пальчиков. Теперь они болят. И в итоге он говорит, здоровье мое дороже и не ходил он никогда на это говно и больше ходить не будет. Он брезгует таким процедурам, все-таки это личная гигиена. Да-да, Самвелка, уж чья бы корова мычала про гигиену, но твоя бы молчала. И который раз он убеждается, что здоровье дороже. И далее он расхваливает своего котика Томаса. Говорит, что как можно жить без животного. Дети то дети, они повырастают и поразъедутся. А вот животное добавляет какой-то души, доброты в дом. Собаку он точно, конечно, бы не завел. А вот без кошек дом, ну никак не может быть. Далее он рассказывает, что смотрел Свету, сытник по интернету. И говорит, возвращайся, Света, уже домой. На кой тебе эта Италия сдалась? Тут твой дом. Говорит, смотрю, Света сидит, бэ-мэ, лыка не вяжет, еле губы двигаются. Ой, Самвел, ты нас не удивил. У нее всегда губы не двигаются. Самвел засмеялся с этой Светой и говорит, знаете, ребята, я привык сам себе поднимать настроение. Я ни на кого не рассчитываю. И приходится всегда самому поднимать себе настроение. Ходит по квартире и наслаждается. Какая же у него хорошая квартирочка. Потом рассказывает, как он разговаривал с Ирой по телефону. И он говорит, вот куплю я, например, квартирку. Кто-то позавидует. Что-то случится. И у него нету больше денег. И никто же ему не даст. И он так призадумался. Стал таким грустным. Дальше он рассуждает о том, как человек живет. И не боится, что ему придется умирать. А вот его кот Томас лежит. Нэнтик в аквариатной Софе и ни о чем не думает. А у тебя мозга нет, тебе не о чем думать. И на этом видео заканчивается. И второе видео моего обзора. На игре не хозяйную. Томас говорил одно, сделало другое. Что-то здесь какая-то абракадабра. Что он имел в виду? Сейчас попробую разобраться. Андрей на чердаке что-то ищет. И Самвел кричит. Андрей, дай мне какую-нибудь потяжелее. Целая побея с этими котами. Непонятно, что там происходит. Ну-ка, ну-ка. Коляса несет собачку дольку и укладывает ее в люлечку. Самвел говорит, ну что ты с нею носишься? Коляса говорит, у нее нос холодный и сухой. У нее и должен быть нос холодный. Самвелка уже на кухне говорит, сейчас я вас раскуркулю. Дело такие ваши. Вот какую-нибудь тарелку тяжеленькую взять. И нормально для кота. Андрей говорит, чтоб Светлана нам потом секир башет. Кошка сделала. Самвел говорит, пусть сидит в своей Италии. Самвел берет тарелочку, накладывает в нее корм для котов. Ставит на заборе и зовет котов, чтобы их покормить. Как говорится, кошка вышла, мыши в пляс. Так и у них тоже. Как Света уехала в Италию, так там Самвел верховодит. Делает, что хочет. Я вот не могу понять, какого эта Светлана поперлась в Италию. Что есть с ее болячками не сидится дома. Для меня этот вопрос останется без ответа. Затем Самвел срывает яблочки с яблоньки сытников. Говорит, что яблоки надо срывать, а то они сгниют. Но на яблоке сидит такой клоп вонючка, знаете, зеленый. Я их терпеть не могу. И тут меня, как всегда, удивляет Андрей. Говорит, я понял, что ты сорвал, но теперь с ними надо что-то делать. Или в ящик ложить, или что с ними дальше делать. Здрасте, Андрей. Ну ты даешь. Может тебе эти пару яблок... Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Там всего семь яблочек. Какой ящик? Да каждому по яблоку вот и нету яблок. Ой, этот Андрей, а бы что ляпнуть. Далее он заходит на кухню. Колясик у плиты. Готовит какое-то лакомство. Самбыл говорит, когда уже Света приедет? Когда уже будет нормальная еда? И тут Коля чихнул прямо на жареные сосиски. Самбыл спрашивает Ольгу Леонтьевну. Хорошо было, когда Света была? Она машет рукой и жестами показывает, что ей категорически это Света не нравится. Мне говорит, хорошо, никто не скандалит. И опять показывает что-то с жестами. Но тут мне нужен переводчик. Я язык жестов не Ферштейн. Зато высказался Коля. Ты зачем на маму наговариваешь? А? Ты думаешь, зачем он снимает? Специально. Потом будут сказать, что ты наговариваешь. Да-да. Самбыл стоит в коридоре и в тихушку снимает их разговор. Коля сега вышел покурить и начал разбираться, кто же сорвал его яблочки. Виталий, как опытный хозяин и садовод, подтверждает, что яблоки надо действительно уже было сорвать. Иначе его кто-нибудь укусит и оно будет гнить. Самбыл советует Андрею сорвать все помидоры, даже все зеленые. Приедет Надя и сделает прекрасный салат на зиму. Андрей говорит, не, я это делать не буду. Самбыл говорит, ну давай я тебе закатаю. Да, огород сытники, конечно, загубили. Морковку не прорвали. Все растет одной щетиной. Самбыл говорит, ай-яй-яй-яй-яй. В том году, говорит, меня критиковали, что я вам прорвал морковку. Зато какая морковочка была. А сейчас, говорит, некому было прорвать и есть нечего. Андрей что-то там оправдывается. Самбыл пошел срывать помидоры, хоть что-то спасти. С ихнего огорода. Самбыл нарвал целый ящик зеленых помидоров. И говорит Ольге Леонтьевне, да когда они уже поспеют. Вы что, с Урала что ли приехали? Вот Самбыл, как что скажет, хоть стой, хоть падай. Далее Самбыл уже у мамки на планетной, заходит в коридорчик. Мать, как всегда, тронгит без остановки. Самбыл ей говорит, что ты ходишь голяком? Зачем? Тем более, что у нее все болит. Васильевна вновь и вновь приседает ему на мозги. Опять не принес. Самбыл ходит, нервируется. Говорит, не опять, а снова. У меня кроме тебя, пусика, мусика, еще куча своих дел. Ну конечно, кто же кроме него еще соберет помидорки на игре. Конечно же, больше некому. Только он. На этом видео закончено и закончен мой обзор. Дорогие ребята и девчата, пишите свое впечатление о новых видео Самбела Дамяна. Обсудим это дело. А я не прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok